Здравствуйте, друзья! Помните, как в песне налетела грусть? Ну что ж, пойду пройдусь. Я вышла погулять с собачкой. Заодно покажу вам окрестности и отвечу на вопрос о том, как переехать в Чехию. Ну, естественно, поделюсь своим опытом. Расскажу о том, как я сюда переехала с семьей. Вот он, пес. Бегает. Одно идти как-то странно гулять, а вот с собакой хорошо, правда? Уже как-то и веселей. Да, Ава? Да, пойдем гулять. Пойдем, пойдем в лес с тобой погуляем. Лесочек у нас тут небольшой. Ну, пройтись с собакой самое то. Итак, как же переехать, жить в Чехию? Сейчас, наверное, вообще никак. Во время коронавируса границы Чехии закрыты. И даже те, кто приезжал сюда на работу, например, получал рабочую визу, но по какой-либо причине оказался в своей стране, уехал на какое-то время. Вот сейчас я слышала, что люди испытывают большие трудности, чтобы вернуться на работу, приехать назад в Чехию. Самый простой вариант, в принципе, попасть в Чехию, это выйти замуж. Ну, или жениться. Кому как. Ну, а что же делать, если вы уже женаты замужем, у вас семья? Ну, конечно, не надо разводиться ради переезда в Чехию. Есть другие возможности. Из реальных возможностей это найти в Чехии работу. Потому как, ну, в принципе, если вы переезжаете в другую страну, то вам, естественно, вот собака кого-то увидела и умчалась, наверное, за зайцем или кроликом. Ну, так, помните, как у Маяковского? Чем работать мне тогда, да? Кем работать мне тогда, чем заниматься? Ну, действительно, если вы уезжаете в другую страну, то в первую очередь надо решить вопрос о том, чем вы будете здесь заниматься. Раньше в Чехию люди переезжали, открывая здесь фирмы, либо получая визу как индивидуальный предприниматель. Но с 2012 года Чехия потихонечку свернула все эти возможности. И единственной возможностью осталось найти здесь работу и получить рабочую визу. Как вы понимаете, это непросто. Но есть специальные сайты, где можно искать себе работу. Но надо знать язык. В идеале, если вы уже, когда приедете сюда, будете знать чешский язык, но знать хотя бы английский, если это, например, вы найдете работу в какой-то международной компании. Что касается каких-то специальностей, которые востребованы в Чехии, то в первую очередь это рабочие специальности на стройках. Еще где-то раньше в ресторанном бизнесе пока сейчас не закрыто все. Наверное, когда откроются, вновь такие сотрудники будут требоваться. И если фирма вас заинтересована, то есть вы списываетесь с этой компанией, она, если заинтересуется и пригласит вас на работу, то, в общем-то, считайте, что все замечательно, вы получаете рабочую визу и приезжаете жить в Чехию. Что касается таких специальностей, где требуется высшее образование, то в Чехии не хватает врачей. И даже раньше действовала такая программа для специалистов с высшим образованием, востребованных в Чехии, действовала программа, по которой можно было приехать сюда на работу и даже за два с половиной года вместо пяти лет получить статус постоянного местожительства. то есть, по-чешски это называется трывалый побыт. Вот эта, кстати, лесенка, это для охотников, которые здесь охотятся на косуль. По-чешски называется срынка, косуля. Есть еще вариант для этнических чехов. В Чехии действует программа по репатриации соотечественников, то есть, если вот вы, например, знаете, что у вас есть в роду чехи, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, всем известно, что в начале двадцатого столетия много чехов проживало в царской России, особенно там вот, в Сибири. Ну, так вот, вы можете обратиться, есть в чехии специальные организации, которые занимаются поиском подтверждения родства, и если это действительно будет так, то вы можете тогда подать документы вот по этой программе, переехать в Чехию. Все остальные варианты переезда, а, еще учеба. Можно поступить здесь в вуз и приехать на учебу. Но все остальные варианты сейчас я вам описывать не буду, как то стать инвестором или открывать фирму, потому что получить визу таким образом на данный момент специалисты говорят, что практически нереально. Вот у нас был сильный ветер несколько дней назад и повалило деревья. А вы иди сюда. Туда не ходи, иди сюда. Сюда идем. Как же я попала с семьей в Чехию? Я вышла замуж за человека, который решил сюда переехать жить. Вот мой муж уехал сюда на работу, а спустя некоторое время мы подали документы на визу по воссоединению с семьей, но вообще мало надежд было на то, что мы получим разрешение, потому что на тот момент Чехия уже очень-очень сильно сократила выдачу таких виз, в том числе по воссоединению с семьей, то есть это надо было и долго ждать, и они могли отказать при любом сомнении или еще по каким-то своим причинам, как правило причина не объясняется, когда ты получаешь отказ в получении визы, но нам повезло, нам визу дали, и это было настолько неожиданно, и как-то мы все это быстро собирались, и у меня была работа, работа очень хорошая, был невероятный просто коллектив, и замечательный начальник, Лена, если ты меня смотришь, я всегда о тебе с теплотой вспоминаю, таких людей очень мало по жизни, вот если удалось встретить, то считайте, что это удача, но вот пришлось оставить и компанию, в которой я работала, и Россию, где я жила, и переехать жить в Чехию, но когда вы переезжаете жить в другую страну, как бы там, да, по каким бы причинам, на каких условиях, все равно вы сталкиваетесь с большим количеством трудностей, которые, конечно, со временем кажутся уже не столь трудными, но первоначально другой язык, другой менталитет, с этим сталкиваются переезжающие, независимо от того, в какую вы поедете страну, например, Чехия, конечно, язык нам близок, чешский, не так его там, например, сложно учить, не знаю, с каким сравнить, как венгерский, например, да, но все равно люди здесь живут по-другому, законы здесь другие, и пока вы начинаете привыкать адаптироваться, то вам приходится преодолевать много-много всяких таких вот сложностей, которые иногда существуют просто у вас в голове, но существуют. Но со временем человек привыкает ко всему, привыкаешь и к другой стране, к другому образу жизни. Поначалу, конечно, если говорить про меня, то было достаточно сложно, потому что уехала я из Москвы совершенно с другим ритмом жизни, и когда ты приезжаешь в Чехию, то у тебя такое ощущение, что ты ехал на машине с пятой передачи раз, и на первую переключился, и все так замедленно вокруг тебя происходит, и кажется, что надо как бы ускорять, ускорять, но со временем понимаешь, что наоборот, это здорово, что люди здесь действительно никуда не торопятся, это вот такой чешский характер, никуда не торопиться. у меня была такая интересная история, маленький ребенок, ну, младший сын, залез в пруд, и было достаточно холодно, залез он туда не один, туда много детей полезло, в том числе и наших соседей дочка. Я когда увидела из окна, что он уже по уши мокрый, а еще ранняя весна, то я, конечно, бегом в припрыжку побежала, его схватила, притащила быстро в ванну горячей водой согреваться, и когда мы с ним неслись домой, я еще увидела соседку. Я ей сказала, что там ее дачуля тоже вся мокрая, в общем-то, ее надо забирать, на что она совершенно спокойно воскликнула, о, ежешмарья, это вот как о, господи по-русски, если мы тоже воскликнем чему-то очень сильно удивившись, и совершенно спокойно, не спеша, она пошла за своей дочурой. О, кстати, я пришла на пейнтбольную площадку, видите, тут такие конструкции для взрослых мальчиков, которые хотят поиграть в войну, здесь все очень чисто, они после того, как они поиграют, они все убирают, раньше как-то шарики валялись, и сейчас даже шариков не валяется, или, может быть, не играют, уже сюда не приезжают, опять же, коронавирус, может быть, из-за этого, тоже дерево повалило, мне кажется, его здесь не было, может, как тут интересно все организовано. Из плюсов очевидных проживания в Чехии я вам уже сказала, что это такой спокойный чешский характер, чешский уклад жизни, где никто никуда не торопится, и даже в очередях Чехии, вот когда стоят в магазине, например, собралась очередь, они никогда не будут суетиться и перебегать из одной очереди в другую, чтобы там успеть как-то побыстрее преодолеть эту очередь, они совершенно спокойно встанут куда-то и будут стоять, и не будут тратить свои там силы на метание. Что еще мне очень нравится, в Чехии то, что здесь люди соблюдают дистанцию по отношению друг к другу. Если вы любите общение какое-то такое тесное, то вам это покажется, наверное, такой отрицательной чертой, но мне нравится, что чехи соблюдают дистанцию, очень ценят свое личное пространство и никогда не полезут соответственно в ваше пространство. Вот это мне очень-очень близко. Что еще хорошо из жизни в Чехии, это до какого-то момента это более казалось такое, ну, не то, чтобы предсказанность завтрашнего дня, но все-таки какая-то большая стабильность по сравнению жизнью в России. Ну, вот пришел коронавирус и мы теперь знаем, что никакой стабильности нет, нигде ее нет, все может поменяться в один момент. Здесь, конечно, тоже, если сравнивать с Россией сейчас, люди получают большую помощь, даже ту же материальную, но все равно очень тяжело, психологически тяжело людям, потому что многие набрали большие-большие кредиты, и за эти кредиты надо расплачиваться, и у многих здесь просто свой бизнес, не в каких-то компаниях чехи работают, а имеют свои небольшие фирмы, и очень тяжело сейчас, конечно, и финансово, и морально людям. Из минусов, даже вот затрудняюсь сразу что-то сказать из очевидных минусов, какие можно назвать, но язык, кстати, язык в Чехии непростой, вот он первоначально кажется, что да, что там чешский язык учить, тоже группа славянских языков, он относится к западнославянским языкам, кстати, это уже я дошла до соседней деревни, практически, ну, что пойду обратно уже в сторону дома, другим немножко путем, и о чем бишь я, да, про чешский язык, вот чешский язык относится к группе западнославянских языков, и он с одной стороны подкупает похожестью, многие слова на слух воспринимаются и по смыслу похоже, но некоторые слова сильно отличаются, прям вот имеют совсем другой смысл, и грамматика другая языка, и звуки есть, которых нет в русском языке, в общем, как мне сказал один чех, что чешский язык это наше стратегическое оружие, потому что выучить его и говорить на уровне носителя языка можно только здесь родившись или приехав в раннем возрасте ребенком и учиться в школе в чешской, а взрослому язык этот дается нелегко, но еще есть таких минусов, хотя это не мое мнение, вот я думаю, думаю, и что-то мне в голову даже и не приходит, наверное, каждый по-своему как-то я более позитивно может быть отношусь к окружающим обстоятельствам, но у меня знакомые говорят о том, что им не нравится отношение чехов, деление по национальному признаку, хотя мы живем в Европе и здесь толерантность во всем, но люди некоторые сталкиваются с тем, что ты не чех и вот к тебе как бы будет какое-то другое особое отношение и оно будет хуже. Я с этим ни разу не сталкивалась, наоборот, мне кажется, что вот опять же учитывая то, что чехи держат дистанцию, может быть это кажется, что вот они к вам как-то так вот холодно относятся, но если человеку необходима какая-то помощь, иногда даже ее не просишь, но люди видят, что тебе надо помочь, они помощь тебе эту окажут. У меня была такая ситуация, когда я заправляла, только-только приехала в Чехию, я еще вообще знала из чешского языка, наверное, пять слов. И я приехала на заправочную станцию, заправила машину, сажусь и не могу ее завести, то есть я ключ поворачиваю, машина не заводится. У меня сзади спит маленький ребенок в машине, и я не говорю по-чешски. я не знала, что мне делать дальше, точнее, я, конечно, позвонила мужу, муж был на работе, он не мог ко мне быстро приехать, он связался с человеком, который занимается ремонтом машин, наш знакомый, а он в это время только подъезжал к границе Чехии, он ехал из Германии. И вот такая вот ситуация, да, я сижу в машине и не знаю, что мне дальше делать, подходит один водитель, видя, наверное, мои такие полные ужаса глаза, он начинает меня что-то спрашивать, я ему объясняю, что у меня машина не заводится, он просит меня открыть капот, а я ловлю себя на том, что я не знаю, открыть капот, и это ему тоже объясняю, в общем, он сам открыл капот у этой машины, что-то там смотрел, смотрел, подходит ко мне и говорит, батерка, капут, но тут я поняла, что у меня видимо что-то произошло с аккумулятором, и в это время подошел еще какой-то водитель, и они там начали вместе совещаться, лазить под капотом моего автомобиля, в общем, в конечном итоге они стали мне объяснять, причем я почему-то стала понимать, что они мне объясняют, наверное, так у всех включается в чрезвычайной ситуации понимание любого языка, в общем, я все поняла, что они мне сказали, они объяснили мне, что сейчас они попробуют толкнуть мою машину, и значит, чтобы я тогда с вот этого, как там говорится, толкача эта машина завелась. Они мне все объяснили, спросили, поняла ли я, я кивнула, но когда они стали толкать машину, в общем, я продолжала держать ногу на педали тормоза, по их крикам я уже потом поняла, что надо что-то сделать и отпустила ее, и машина завелась, и замечательно, и они мне пожелали счастливого пути, и я поехала домой. Вот это одна из историй, которая так пришла на ум, вспомнилась про отношение здесь к иностранцам, да, никто меня не бросил на произвол судьбы, а она не понимает, да, что с нее взять, нет, люди помогли мне, и я им очень благодарна. Ну вот я уже иду обратно, вот она вышечка для охоты на животных, здесь неподалеку есть место, где этих животных кормят, и в Чехии обязательно есть места, такие как зимняя стоянка для животных, куда приносят еду, зерно какое-то или сено, соль кладут, навес обязательно деревянный есть, вот животные там могут прийти зимой покушать. Ну, а в сезон охоты здесь часто слышны выстрелы, охотники охотятся на косуль, у косуль в Чехии нет естественных врагов, волки появились, но относительно недавно до этого момента косули вообще жили себе вольготно, никто их кроме охотников здесь не обижал. Иногда идешь зайцы прямо под ногами бегут, но сейчас как-то никого я не встретила. Птички поют замечательно, вот такая красота, весна, весна пришла и скоро лето, цветы везде будут цвести, я тоже уже скоро буду сажать цветы, готовлюсь к этому, семена накупила. Ну, я с вами прощаюсь, надеюсь, что я немножко осветила вам вопрос о переезде в Чехию, решать, конечно, вам, переезжать или не переезжать, какие вы цели перед собой ставите, в любом случае, если вы решите переезжать в Чехию, то не надо ждать, когда закончится коронавирус, готовиться к переезду нужно уже сейчас узнавать, смотреть на чешских сайтах, если хотите поподробнее что-то узнать, какие сайты для поиска работы, то пишите мне в комментариях, я вам ссылочки эти оставлю. Ну что же, спасибо за просмотры, спасибо, что комментируете, я все ваши комментарии читаю, задавайте вопросы, рада буду на них ответить, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ну что, до новых встреч! до новых встреч!